А если дорога, когда не Чичный, скорая не проезжает? Отвечают вопрос, а такси заказываем? Нет, к вам также не поедем. Такси и автобусы в Слободеле-Ваши – редкие гости. Несмотря на ровную новую дорогу, ехать в отдаленный район маршрутки не хотят. Единственный выход для жильцов – идти пешком до соседнего населенного пункта и ждать автобус там. Ведь ближайшая больница и магазин находятся в Нововятске или Кирове. Добраться до Нововятска или центра Кирова непросто. До остановки люди идут 2,5 километра по обочине трассы. Международные жители рассказывают, несчастные случаи на этой дороге уже были. В сентябре прошлого года на этом участке сбили девочку. Серьезными травмами ее увезла скорая помощь. Тут осенний день Елена Коробейникова вспоминает, каждый раз проходя по этой дороге. Ее 17-летняя дочь Ульяна возвращалась из поликлиники. На подходе к Левашам девочку сбила машина. Она говорит, что единственное, что я помню, я прошла вот этот перекресток. И в этом районе, говорит, я уже больше ничего не помню. Я, говорит, уже очнулась, в чьей-то машине сижу. Тут, говорит, куча народу. Потом, говорит, увидела врача. С тех пор они встречают и провожают дочь до остановки. Дочь Елены не единственная пострадавшая по пути домой. Чтобы не идти по оживленной трассе, люди идут по железной дороге. Но там небезопаснее. Где мы переходим по этой тропе? Через Красно? Там просто зацепило вагоном или тепловозом человека. Электричка была. Нанесла ему травму и погиб. Все пути, ведущие к остановке для жильцов Слободы Леваши, опасны. По ним каждый день ходят дети, чтобы уехать в школу. За них родители беспокоятся больше всего. В Леваши приезжает 52-й автобус, но бывает он только утром, в обед и вечером. Сегодня приходится и школьникам, и пожилым за каждым пакетом молока, хлеба идти по 3 километра пешком. Сами знаете, что тротуаров здесь нет, поэтому опасно ходить. В Слободе проживает 400 человек. Люди просят, чтобы автобус номер 52 приезжал к ним хотя бы каждый час. Тогда не пришлось бы идти пешком до соседних остановок. Наша задача сделать так, чтобы обезопасить, чтобы людям было доступно то, что мы, например, имеем в городе Кирове. То есть они не виноваты, они по сути относятся к городу Кирову. Почему они в таких условиях вынуждены быть, непонятно. В мэрии жильцам пообещали, что к концу февраля автобус начнет курсировать чаще. За исполнением обещания проследят активисты УНФ. Если люди будут продолжать ходить по оживленной трассе, активисты УНФ планируют обращаться в прокуратуру.